Делайте то, что умеете. Вы обнаружите, что обычно Бог дает весьма простые указания. Бог потребует от вас того, что вы уже умеете хорошо делать. Бывает, что в небесных указаниях мы не видим особого смысла. Но вам нужно просто делать то, что повелел Бог, и все. А вы хотите увидеть чудо? Следуйте указаниям Иисуса. С вами Рик Реннер. Я нахожусь в древнем городе Ерихоне, где сейчас ведутся раскопки стен этого древнего города. Разумеется, когда вы думаете о Ерихоне и его стенах, вам на память приходит история о крушении этих стен в древнем Ерихоне, когда его атаковали Иисус Новин с израильтянами. Бог пообещал ему, «Иисус, я предам этот город тебе, но тебе придется завоевать его строго по моим указаниям». И вот что я тебе повелеваю. Пусть твои воины и священники на протяжении следующих шести дней обойдут вокруг городских стен по одному разу в день и выструбят в трубы, а на седьмой день обойдите город семь раз и выструбите в трубы как можно громче. А затем Бог озвучил обещание в Иисусе Новина в 6 главе 4 стихе. «Когда затрубит юбилейный рок, когда услышите звук трубы, тогда весь народ, пусть воскликнет громким голосом, и стена города обрушится до своего основания, и весь народ войдет в город, устремившись каждый со своей стороны». Божьи указания были предельно четкими. Для завоевания города народу нужно было четко исполнить все Божьи повеления. И пусть некоторые из этих повелений казались бессмысленными. От народа требовалось полное послушание всем Божьим указаниям. А Бог сказал, «Если послушаетесь, если выполните Мои повеления, то стены рухнут, и вы вбежите в город и захватите его». Именно так и произошло. Значит, и вы точно так же сможете одолеть любую преграду, «Если послушаете Господа, исполните все Его слова, покоритесь Святому Духу и шагнете туда, куда указывает вам Господь». Дух Божий приведет вас к победе. Прислушайтесь к Нему и делайте все, что Он скажет. И тогда ваш враг падет, а Божий замысел для вашей жизни осуществится. Об этом мы с вами поговорим сегодня. Добро пожаловать на сегодняшнюю программу с Риком Реннером. У пастора Рика есть для вас послание, которое вдохновит вас, укрепит и снарядит важными знаниями и глубоким пониманием Божьего Слова. С вами снова Рик Реннер. Я так рад, что вы смотрите сегодняшнюю передачу. Приготовьте Библию, налейте кофейку, приготовьтесь окунуться со мной в книгу Иисуса Новина. Сегодня мы поговорим о том, как дойти до своей победы. Будет назидательно. Бог приберег для вас победу, и неважно, что за противник вышел вам навстречу, какие у вас трудности, они пройдут. Стены рухнут точно так же, как рухнули стены Ерехона, если вы до конца послушаетесь Божьих повелений. Для победы не нужно быть богословом, и совсем не обязательно знать всю Библию наизусть. Вам просто нужны небесные инструкции для четких и конкретных действий. Будет очень полезно, и вы обретете свободу. Напоминаю, что мы предлагаем вам мой новый аудиоцикл с названием «Победа, дарованная Богом». А так и есть. Как ее одержать? Как добиться этой победы? И насладиться вкусом победы. Она ваша. Так как же ее принять? Об этом настоящий цикл. Пять частей на основе этих передач и учебное пособие в придачу. Мы также предлагаем ознакомительную версию книги «Божья воля. Ключ к вашему успеху». Может, вы и знаете Божью волю, но этого мало. Многие знают Божью волю, но знать ее и исполнять – это совсем не одно и то же. Божью волю требуется исполнять. Как гласит под заголовок книги, «Если вы знаете Божью волю и исполняете ее, то на вас непременно и зальются сверхъестественная сила, забота и защита». Недавно я получил такой отзыв. Эту книгу обязан прочесть каждый христианин. Как только вы поймете, что исполнение Божьей воли изменит все, вы захотите пребывать в Божьей воле. Когда вы в Божьей воле, ваше послушание станет магнитом и притянет к вам все необходимое для обретения вашей победы. Вот о чем мы будем говорить сегодня. Итак, сегодня мы вновь читаем книгу Иисуса Новина. И нашим примером стал город Ерихон. Как сказано в 5 главе 16 стихе, город Ерихон был надежно закрыт. Никто в него не входил и никто не выходил. Это была цитадель, крепость. Она выглядела неприступной и несокрушимой, но Бог указал Иисусу, как ее покорить. И вам Бог скажет, как покорить то, на что вы нацелены. Например, вы хотите сбросить вес. Или, скажем, выплатить долги, наладить отношения, найти новую работу, получить образование. И вы думаете, «Даже не знаю, как справиться, все кажется таким сложным». Бог даст вам предельно простые указания о том, как покорить эту землю. Итак, давайте откроем Иисуса Новина, первую главу. В первой главе этой книги Иисус становится предводителем Израиля после смерти Моисея. И в Новина, первой главе, втором стихе написано, Бог говорит Иисусу, «Моисей, раб мой, умер». Иными словами, Иисус, отступать тебе некуда. Теперь предводитель ты. Ты предводитель. И все внимание теперь на тебе. Тебе руководить народом. Назад пути нет. Нет, Моисей умер. Его больше нет. Настал твой час вести народ. Моисей, раб мой, умер. Итак, встань, перейди через Иордан сей. Ты и весь народ сей, в землю, которую я даю им, сынам Израилевым. Что ж, мы, христиане, сегодня обожаем библейские обетования. Восклицаем «Аллилуйя», хлопаем, топаем, танцуем. Аминь. И Господь даровал нам победу «Аллилуйя». Я исцелен «Аллилуйя». Бог провозгласил меня свободным. Мы любим библейские обетования. И здесь мы читаем о библейском обетовании. Земля, которую я даю вам. Израиль был готов восклицать, танцевать, праздновать. Но затем Бог произнес следующее. Эти слова звучат в третьем стихе. «Всякое место, на которое ступят стопы ног ваших, я даю вам». И здесь вдруг возникает пауза. «Я не понял». «Так ты даешь или не даешь?» Бог пояснил. «Я даю вам чудесным образом, но вам придется овладеть этой землей. И вам Бог даст победу, но ее придется одержать. И как Иисус овладеет землей? Шаг за шагом». Так обычно и одерживаются победы. Вам приходится изо дня в день повторять одно и то же постоянное действие, пока вы, наконец, не одержите победу. И Бог объявил народу Израиля. «Я намерен отдать вам эту землю, но вам придется по ней шагать, и каждый метр под вашими ногами будет становиться вашим. С каждым шагом вы будете получать все больше и больше земли. Место, где ступят ваши стопы, станет вашим. Вот что я вам даю». И вот что меня изумляет. Что израильтяне научились делать лучше всего? Они научились ходить пешком. Они стали профессиональными ходоками. Они только что перешли пустыню, по которой шагали аж 40 лет. Что-что, а уж ходить пешком они точно научились. Бог повелел им делать то, что они умели делать лучше всего. Бог не потребовал от них чего-то нового. Не повелел им делать то, в чем они были неопытны. Бог сказал, «Друзья, вы умеете ходить? Вы научились. Так что я повелеваю вам шагать ногами. Делайте то, что умеете». Вы обнаружите, что обычно Бог дает весьма простые указания. Бог потребует от вас того, что вы уже умеете хорошо делать. Им Бог повелел шагать. Он повелел им делать то, что они прекрасно умели делать, и занимались этим уже долгих 40 лет. Я часто слышу, «Мне хочется слушаться Господа, но я не знаю, как это делать». Бог попросит вас сделать что-то простое. Как Он повелел евреям, «Просто шагайте». Вы этому научились. Хорошо умеете шагать. Начните шагать. Например, Моисей знал, как пользоваться пастушьим посохом. Этим предметом он умело пользовался. И Бог его спросил, «Что в твоей руке, Моисей?» Тот сказал, «Пастуший посох». И этот посох стал в его руке Божьим жезлом. Когда Давид вышел навстречу Голиафу, что было в руке Давида? Его проща. Именно это оружие он использовал всю жизнь и знал, как применять его. В обоих случаях Бог сказал, «Что есть, то и берите». Как этот посох в твоей руке, как проща в твоей сумке, «Бери, что у тебя есть, то, что ты знаешь, и сделай это, а я сделаю остальное». Изумительно. Давид умел пользоваться прощой. Моисей умел пользоваться посохом, а Израиль умел ходить. Они умели шагать. Это получалось у них хорошо. И Бог повелел им просто идти. Мы делаем, что умеем. Скажу так. Израиль ходил, а Бог творил. Израиль ходил, а Бог творил. И сейчас, когда евреи подошли к Ерихонским стенам, Бог вновь говорит им, «Повелеваю вам шагать. Несколько следующих дней вы будете ходить». Евреи стали профессиональными ходоками, специалистами по ходьбе. Все очень просто. Они не были богословами, не цитировали Писание, не владели науками, не учились в библейских школах, но у них были ноги, которыми они умели пользоваться. А вы? Вы говорите, «Я мечтаю петь». Так пойте, коль Бог дал вам голос. Мечтаю написать книгу, но не знаю как. У вас есть руки и голова? Начните писать. Чем вы хотите заняться? Какую победу вы хотите одержать? Зачем углубляться, если при этом вы упускаете простоту и практичность Божьих действий? Руки, ноги, голос, все, что у вас есть, пускайте это в дело каждый Божий день. Всякое место, на которое ступит ваша нога, всякое место, на которое ступит ваша нога, станет для вас покоренной территорией, однажды вы достигнете своей цели. Это и есть сотрудничество с Богом. А для евреев, какое же это было благословение, что Бог не отдал им всю обетованную землю целиком и сразу. Они не знали этой земли, не знали, что на ней, и не могли бы с ней справиться, с ее ресурсами. Они не знали, какие трудности и благословения ждут их в этой земле. Они не знали про обетованную землю ничего. Но покоряя ее шаг за шагом, они наблюдали за происходящим. С каждым шагом они узнавали новую территорию все лучше и лучше. С каждым шагом они становились более сведущими в этой земле. В конце концов, они прошли всю землю и сходили ее вдоль и поперек, и узнали про нее все, что можно. Покоряя землю шаг за шагом, они ее изучили, осознали трудности, оценили благословение и поняли, как распоряжаться этой землей. А если бы они получили всю землю сразу, им пришлось бы нелегко, и Бог это понимал. И потому Бог сказал, «Я дам эту землю вам, но вы будете покорять ее шаг за шагом». В шестой главе книги Иисуса Новина Бог вновь повелевает евреям. Пока немного походить. Вставайте, давайте пройдемся. Давайте прочтем Иисуса Новина, 6 главу, стих 15. Бог повелевает израильтянам обойти строем стены Ерихона. Когда в седьмой раз священники трубили трубами, Иисус сказал народу, «Воскликните, ибо Господь предал вам город». Итак, им нужно выполнить два действия. Во-первых, вострубить трубы. В прошлой передаче мы сказали, что это были шафары. Или бараньи рога. Вот как этот. Бараньи рог использовался в четырех случаях. В него трубили, объявляя, что наступила пора жертвоприношения или покаяния. В него трубили, объявляя сошествие Божьего Духа и присутствия. В рог трубили, вступая в сражение. В самом начале сражения. В рог трубили, одержав победу. Вот как использовали шафары. А что насчет клича, крика? Почему они восклицали? По Писанию, израильтяне восклицали также в четырех случаях. Во-первых, они восклицали, объявляя начало сражения. Прежде чем вступить в битву, прямо перед началом сражения, израильские воины издавали громкий воинский клич. Этим они объявляли, что сражение началось. Во-вторых, своим восклицанием они выражали веру. Они восклицали от радости. И в четвертых, они кричали, что было сил. Все как один, чтобы испугать противника и обратить его в бегство. И теперь Бог повелевает им вострубить в трубы и воскликнуть. Иными словами, объедините усилия, сделайте все возможное, заявляя, что вы идете вперед и приносите жертву веры. Вы заявляете о начале сражения, о Божьем присутствии, а также о своей победе. Вы заявляете о своей вере и радости. Вы восклицаете о победе. Это мощно. Это сильно. И все это совершалось верой, ведь вокруг них, само собой, ничего не менялось. Стены все еще стояли, ничего не поменялось. Все как прежде. Признаков изменений нет. Но все же Бог повелевает. Не ждите видимых перемен. Вострубите в трубы. Воскликните, что есть мочи. Ибо Господь отдает вам этот город. Так написано в Библии. И вам нужно также тщательно исполнять Божьи поручения. Если вы сделаете все так, как велит Бог, Он дарует вам победу. А теперь прочтем 16 стих. И город будет под заклятием. И все, что в нем, иными словами. Бог полностью захватит этот город. Враг не устоит. Затем, в 17 стихе, Бог серьезным образом предупреждает их. И нам важно услышать это предупреждение. Но вы берегитесь заклятого. И что же такое это заклятое? О чем речь? Сейчас узнаем. Чтобы и самим не подвергнуться заклятию. О, это серьезно. Взяв заклятое, вы оказываетесь под проклятием. Если возьмете что-нибудь из заклятого, вот опять это слово, и чтобы на стан шинов Израилевых не навести заклятие и не сделать ему беды, предупреждение о заклятом звучит в этом стихе 4 раза. Чем бы ни было это проклятие, если вы нарушаете повеление, Израиль в беде. За непослушание будет проклятие. Если присвоите заклятое, будет проклятие. Непослушание навлечет на вас проклятие. Это крайне серьезно. В результате этого проклятия, вследствие этого непослушания, пострадает весь Израиль. Что же такое заклятое? Ерихон стал первым городом для завоевания в Новой Земле. Ерихон стал десятиной Господу от Новой Земли. Он стал начатком жатвы. По этой причине, в 6 главе и 18 стихе написано, «И все серебро и золото, и сосуды, медные и железные, да будут святынью Господу, и войдут в сокровищницу Господню». Ерихон станет первым городом в обетованной земле, который покорится евреям. Ерихон станет первым плодом для Господа. И если Израиль не возьмет ничего из Ерихона для себя, если они не присвоят себе то, что освящено для Господа, то впоследствии Господь скажет про другие города. «Покоряйте и берите себе все, что пожелаете, но Ерихон должен стать святыней Господа». Это начаток жатвы на Новой Земле. Из Ерихона нельзя было брать для себя ничего. Господь предупредил. «Присвоите десятину, возьмете себе первые плоды, заклятые, окажетесь под проклятием сами и навлечете беду на Израиль». Стих 19. «Народ воскликнул и затрубил трубами. Как скоро услышал народ голос трубы, воскликнул народ громким голосом и обрушилась стена города до своего основания, как и сказал Господь. И народ пошел в город, каждый со своей стороны, и взяли город. Трубы прозвучали, народ воскликнул, стены рухнули. Народ послушался во всем, а Бог совершил все, что обещал». Стих 20. «И предали заклятию все, что в городе, и мужей, и жен, и молодых, и старых, и валов, и овец, и ослов, все истребили мечом, за исключением Раав, ее не тронули». «Ее не тронули». Когда вы верны Богу, Он скажет вам, что делать, и тогда любой ваш противник будет полностью уничтожен. Бог придаст вам сил полностью уничтожить любого гнусного врага, что встал на вашем жизненном пути. Приведу несколько примеров из своей жизни. Бывает, что в небесных указаниях мы не видим особого смысла. Но вам нужно просто делать то, что повелел Бог, и все. Вам не обязательно понимать все, сказанное Богом. Уверен, что израильтяне не понимали всех Божьих поручений. Обходить вокруг города каждый день. Как же так? Город огромный, и нас много. Сколько же мы будем ходить? Но каждый день они обходили город. Бог повелел им держать рот на замке, не произносить ни звука, чтобы они не думали о плохом, не извили. Мол, что мы творим? Зачем все это? Ничего не меняется. Кому это нужно? Бог сказал, «Просто молчите и делайте то, что я повелел». Иногда так и получается. Вам не обязательно понимать все, что велит сделать Иисус. Например, приведу буквально два коротких примера из Писания. Мы читаем, как Иисус повелел одному ученику поймать рыбу, во рту, у которой тот найдет монету. Это в Матфея 17 главе с 24 по 27 стих. В этом есть логика? Или в Иоанна 6 с 5 по 14. Иисус говорит ученикам, «Мы накормим всех этих людей. Рассадите мужчин и всех остальных на траве». А это происходит неведомо где. Поблизости нет ни еды, ни магазинов. А Иисус говорит, «Мы всех накормим, когда нет никакой еды». От учеников ожидалось повиновение на слово. Они вилят людям рассаживаться и приготовиться к еде, зная, что никакой еды нет. И если бы они начали рассуждать, «Это ложная реклама, мы обманываем народ, обещаем накормить, хотя знаем, что никакой еды нет». Но они выполнили указание Иисуса. И произошло чудо. А вы хотите увидеть чудо? Следуйте указаниям Иисуса. «В самом начале нашего служения Господь повелел мне отправиться по огненному кругу». «Огненному кругу». Так Он произнес. «Я увидел карту Соединенных Штатов и огонь, горящий вдоль всей границы Соединенных Штатов». Господь сказал, «Вот как ты начнешь служение Учителя. Начни посещать все приграничные штаты, а затем вместе с огнем продвигайся вглубь страны. И таким образом ты посетишь все штаты». А я не знал в этих штатах никого. Мне это показалось бессмыслицей. Иногда от одной церкви до другой мы ехали по нескольку дней. Но это мне повелел Господь. Тот огонь прошелся по всей стране, как и говорил Господь. А в начале телевизионного служения, тогда еще был Советский Союз, как мы начали это служение? С карты в руках. Я положил перед собой большую географическую карту, взял фломастер и под руководством Святого Духа принялся отмечать регионы, на которые указывал мне Бог. Я не знал об этих регионах ровным счетом ничего, но слышал, что говорил Бог. Начни здесь, потом сюда. Меня направлял Господь. Эти регионы оказались стратегическими. Они стали прочными базами, с которых мы отправлялись в другие регионы России, Украины и всего Советского Союза. Бог знал, что и как делать, а я нет. У меня не было опыта. Телевизионных служений в этой части света пока еще не было. Никто не мог ничего посоветовать, потому мной руководили небеса. Возьми карту и фломастер. Никаких богословских рассуждений или особых откровений. Предо мной лежала карта, в руке был фломастер, и я чутко следовал Божьим указаниям и шел туда, куда Бог вел меня. Я шел за Богом, даже когда не понимал и не знал, зачем я это делаю. Неважно. Я шел по указанию небес. И в те давние годы, регион за регионом, перед нами постепенно раскрывался весь Советский Союз. Просто изумительно. Бог знает, что вам нужно сделать. Вы не всегда. Небеса подскажут вам каждый шаг и действия, но вам нужно беспрекословно выполнять все, что вам сказано с небес. В этом кроется успех. В Иисуса Новина 6, 26. В Библии записано поразительное утверждение об Иисусе. И Господь был с Иисусом, и слава Его носилась по всей земле. И Иисус Новин выполнял Божьи указания беспрекословно. Да, беспрекословно. И Его жизнь стала свидетельством верности Богу и Бога. Например, в главах 3 и 4 Он провел Израиль через Иордан. Это стало настоящим чудом. В 5 главе со 2 стиха говорится о том, что Он повелел всем израильским мужчинам, родившимся в пустыне, и после выхода обрезаться. Уж это точно чудо. Заставить всех мужчин сделать обрезание, это было настоящим подвигом веры. И, наконец, в Иисуса Новина, 6 главе, когда Бог повел Иисуса на захват Иерихона. Каждая победа Иисуса была результатом предыдущей. Бог будет с вами, если вы исполняете все, что Он говорит. Тогда за каждой победой последует другая. Помните об этом. Сегодня же поднимитесь и сделайте то, что Бог сказал. Может, следующий шаг вам еще не ясен, но сделайте то, что уже сказано. Сделайте это, и следующее указание прозвучит сразу после этого. Итак, шаг за шагом, вы покорите свою землю. Уверен, вы понимаете, как достигается победа. Начните действовать и следуйте указаниям. Сделайте свой ход, а Бог сделает свой. Нам пора заканчивать, я вернусь через минуту, и мы помолимся. Вы столкнулись с чем-то непреодолимым, и вам кажется, будто все зло ополчилось против вас? Вы можете одержать победу уже сегодня. В цикле аудиопрограмм «Победа, дарованная Богом» из пяти частей Рик Реннер рассматривает историю из Ветхого Завета о битве за Иерихон и о победе сынов Израиля, увидевших крушение стен. Если в вашей жизни выросли стены противоречий или есть ощущение, что вражеские силы препятствуют двигаться вперед, благодаря этому прекрасному учению вы узнаете, как одолевать противников и быть победителем в жизни. Аудиопрограммы доступны в удобном формате на нашем сайте ignc.org. Скачайте прямо сейчас. Вы также можете скачать ознакомительную версию книги «Божья воля – ключ к вашему успеху». Знание Божьей воли – неотъемлемая часть жизни каждого христианина. В данной книге Рик Реннер отвечает на самый сложный вопрос о том, как правильно распознать Божий голос и узнать его волю для своей жизни. В решающий момент вы научитесь распознавать, как действовать в правильное время, в правильном месте и с правильными людьми. Независимо от того, являетесь ли вы родителями, воспитываете внуков, руководите или только учитесь, знание Божьей воли и умение слышать его голос – важнейший ключ к вашему успеху. Эта книга содержит основополагающее учение. Не пропустите специальное предложение. Аудиопрограммы «Победа, дарованная Богом» и ознакомительную версию книги «Божья воля – ключ к вашему успеху». Скачайте прямо сейчас на нашем сайте ignc.org. Это учение поможет вам стать сильным верующим. Меня зовут Джол Реннер и я хочу сказать вам огромное спасибо за то, что вы являетесь партнером нашего служения. Ваши пожертвования дают нам возможность помогать огромному количеству людей и осуществлять благотворительные программы. Благодаря Божьей благодати и щедрой поддержке наших партнеров у нас есть особая привилегия нести Евангелие Христа в жизни миллионов людей и являть им Божью любовь. Вместе с вами мы можем транслировать программы с христианским учением по всему миру. Открывать новые церкви, которые сегодня процветают. Посещать детские дома и помогать детям и сотрудникам этих учреждений. Посещать тюрьмы и служить заключенным Божьим Словом. Посещать дома для душевнобольных и делиться с их пациентами свободой во Христе. Помогать выпускникам нашей семинарии нести свои знания в мир. Служить людям через интернет-церковь, делясь с ними библейским учением и оказывая им духовную поддержку. Станьте партнером нашего служения. Благодаря вам мы можем нести Евангелие Христа до ближайшего окружения и даже до краев земли. Зайдите на наш сайт ignc.org и сделайте пожертвование онлайн. Благодаря вашим даяниям мы можем продолжать изменять жизни людей. Сегодня мы говорили о том, как добиться победы. Бог предназначил вам побеждать и поэтому дал верное обещание. Но вам нужно принять его. Бог дает, но нужно взять. Мы видим этот принцип в действии в первой главе Иисуса Навина. Там Бог сказал Иисусу и израильтянам, «Я дам вам всю эту землю». На это можно было громко воскликнуть, «Аминь!» Вот так обещание. «Я дам вам всю эту землю». Затем в третьем стихе Бог говорит, «Всякое место, на которое ступят стопы ног ваших, я даю вам. Я дам вам, но вам придется шагать по ней, войти в нее и шагать по ней, и так шаг за шагом. Я дам вам эту землю». Затем, когда Бог направил Иисуса и его воинов на взятие Ерихона, Бог сказал, «Смотрите, я отдал вам Ерихон». И опять, они могли воскликнуть и воздать Богу славу, но затем Бог поясняет, «Я отдам вам город, но вам нужно будет его обойти. Он станет вашим, когда вы его обойдете». И вот так всегда. Бог ведет нас к победе шаг за шагом. Шаг за шагом. Порой, это кажется чем-то однообразным, скучным. Но если мы не остановимся и сделаем все, что повелел Бог, день за днем, шаг за шагом, победа будет за нами. Это факт. Аминь. Напоминаю о своем аудиоцикле под названием «Победа, дарованная Богом» и ознакомительной версии книги. Обязательно найдите на сайте. Божья воля – ключ к вашему успеху. Отец во имя Иисуса, благодарю Тебя за выдержку и терпение, с которыми мы продолжаем шагать, шагать и шагать верой в послушании Твоим указаниям, пока, наконец, не достигнем уготованной Тобой победы. Во имя Иисуса. Аминь. Спасибо за уделенное время. И помните, Экклесиаста 8.4, какой чудесный стих, «Где слово Царя...» У вас есть Библия, а в ней слово Царя. А где слово Царя, там власть. Читайте Библию, живите по ней, и каждый день ваша жизнь будет наполняться ее силой. Увидимся в следующей передаче. Спасибо, что посмотрели эту телепрограмму. Чтобы получить дополнительную информацию о материалах служения или узнать, как стать партнером служения, пожалуйста, свяжитесь с нами по контактам, которые видите сейчас на экране, а также присоединяйтесь к пастору Рику в социальных сетях. Большое вам спасибо, друзья, за то, что вы посмотрели это видео на Ютубе. Нам очень интересно ваше мнение, поэтому, пожалуйста, пишите комментарии. Также, если вам понравилось это видео, поставьте лайк. Если вы еще не подписались на канал, подпишитесь на «Облагая весть онлайн». И для того, чтобы не пропустить ни одно видео, которое мы выпускаем, и особенно прямые эфиры, нажмите на колокольчик. Также вы можете поделиться с вашими друзьями и рассказать им о «Благой вести онлайн». Если Господь вам положил на сердце пожертвовать, пожалуйста, пожертвуйте и поддержите нас, чтобы мы могли проповедовать, проповедовать и проповедовать. Я вас благословляю и провозглашаю вашу жизнь мир и благодать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова